Всем салют! Рад вас видеть на своем канале, меня зовут Сергей Швидко. И если вы любите пленочное зерно, аналоговое изображение и ту самую незабываемую картинку, которую дает нам пленка, то я думаю, вам будет полезен этот ролик. Спонсором сегодняшнего видео одноименной компанией и плагин D-Hancer. Чтобы вы понимали, сейчас речь пойдет об крутейшем плагине, который разработали барабанная дробь у нас в России. Немного предыстории. Проект зародился в далеком 2014 году и изначально был неким экшеном для Photoshop, который производил типовые операции по обработке изображения. Далее он трансформировался в iOS-приложение под названием Uchutcheiser. И спустя определенное количество лет состоялся релиз плагина D-Hancer под всеми нами любимую платформу DaVinci, которая доступна на Mac, так и на Windows. В связи с тем, что вся индустрия по производству камер закручена на улучшение изображения и из года в год выпускают все лучшие матрицы, то в итоге мы имеем, грубо говоря, слишком вылизанную, очень детализированную картинку. И для определенного большинства сценариев это неплохо, но, как по мне, за цифровым изображением мы потеряли ту самую душу кино, которая у нас была в недалеком прошлом. Так вот, плагин D-Hancer предлагает нам вернуть тот самый дух пленочной фильмографии на наши супер-диджитал камеры. А теперь давайте переместимся за компьютеры и посмотрим, на что способен этот продукт. Итак, друзья, мы переместились за компьютер в программу DaVinci, и первым делом нам нужно создать пустую ноду. Создаем и кидаем на нее наш плагин D-Hancer. Как же видно, немного изображения у нас изменилось. В первом пункте, пункт Input, мы можем выбрать цветовое пространство, в котором был отснят материал. Это REC709, либо REC2020. Также вы можете выбрать камеру, на которой был отснят материал. На самом деле, выбор камер не особо широкий, но я считаю, что это особо не важно, так как можно проявить материал заранее и выбрать просто REC709. Немножко сейчас переместимся назад, выключим плагин и построим ноду перед плагином пустую. Весь этот материал был отснят на камеру Panasonic GX80 в натуральном профиле с выкрученными контрастом в минус 5 и насыщенностью также в минус 5, поэтому давайте приведем его в стандартный REC709. Для этого, как минимум, нам надо добавить насыщенности нашему изображению. И можно, конечно, добавить контраста, немножко убрать хайлайты, но, в принципе, все то же самое мы можем сделать в нашем плагине Dehancer. Следующим пунктом у нас является пункт Film, то есть это пункт пленок. И тут, ребята, нас встречает просто огромнейшая коллекция всевозможных пленок. Тут есть Kodak, есть Fuji, есть те же самые, есть у нас Konica Minolta, моя любимая, Lomo Chrome и так далее. То есть посидите, поразбирайтесь, их тут огромное множество. Давайте сейчас выберем какую-нибудь одну из пленок, с помощью которой будем проявлять наш материал. Пусть будет, ну, как раз Konica Minolta. Следующий пункт это Push-Pull, толкатели такие, которые отвечают за недоэкспонирование пленочки и переэкспонирование пленки. Вот, эффекты достигаются совершенно разные, разнообразные. Поэтому давайте выберем на наш вкус. Мне нравится вот такая переэкспонированная. Вот, картинка, уже довольно-таки все красиво. Чем, повторюсь, мне нравится плагин D-Hancer, это как раз тем, что тут особо не надо танцевать с бубнами, тут все интуитивно понятно. И, в принципе, просто загрузив его на изображение REC 709, практически сразу можно добиться очень хорошего результата. Следующий пункт, мне кажется, у нас один из самых основных. То есть с этого момента надо начинать, в принципе, обработку как фотографии, так и видео. То есть это момент черной точки, белой точки. Следующая вкладка Print, которая отвечает за экспозицию, контраст и насыщенность изображения. Следующий бегунок у нас отвечает за плотность цвета. С одной стороны, это чем-то похоже на насыщенность, но не совсем. Этот пункт нам дает возможность получить красивый, плотный цвет без перенасыщения его. Следующим пунктом у нас является Color Head. Это нечто похожее на вот эти цветовые круги, какие у нас есть, но они работают слегка по-иному. То есть тут идет изменение цвета за счет вычитания цветов, нежели в самом DaVinci. Если мы изменяем показания, то видим, как у нас проседает только один цвет, а остальные остаются на своем значении. Также хочется напомнить, для тех ребят, у кого компьютеры не настолько мощные, и чтобы сильно не нагружать процессор, вы можете зайти и отключить пленочное зерно, что существенно сократит нагрузку на ваш процессор, и программа будет работать намного быстрее. Итак, мы постепенно пришли опять же к пленочному зерну, который мы только недавно отключили. Пленочное зерно – это как раз то самое, что я очень люблю. Многие постоянно пытаются бороться с шумом, а как по мне, шум и пленочное зерно – это, конечно, немножко разная тема. Тут она реализована очень хорошо. Вы можете менять размер зерна, можете выбирать, куда добавить зерно и где убрать зерно. То есть вы можете прибрать немножко зерно в тенях. Давайте увеличим нашу картинку. Можете убрать полностью в хайлайтах. И видим, как наше изображение становится более чистое в хайлайтах, но как раз это мое самое любимое. Поэтому добавляем, наоборот, в хайлайты, прибираем в тенях и чуть-чуть убираем в средних тонах. На самом деле очень крутая функция реализована, повторюсь, все очень здорово, поэтому не пренебрегайте этим. Очень красиво. И как раз зерно добавляет ту самую изюминку нашей пленки. Следующим пунктом у нас является Hallation. Это довольно-таки своеобразный визуальный эффект, который присущ непосредственно пленке. То есть, если я не ошибаюсь, когда свет у нас проходит сквозь камеру, он отражается от задней стенки камеры. И, возвращаясь обратно, делает некое преломление на ярких участках в виде таких красно-оранжевых ореолов. Изначально, прокручивая все вот эти бегунки, мы не сразу можем заметить тот самый эффект, который присущ вот этому Hallation. Но если мы включим маску и накрутим локальную диффузию, добавим глобальную диффузию, то видим, как у нас проявляется очертание, где как раз применяется сам этот эффект. Отключаем маску и как раз этот самый эффект Hallation и дает нам то самое изображение, ту самую изюминку пленки. Поэтому это очень прикольная штука. Но сейчас временно ее отключим, так как речь пойдет о следующем пункте под названием Bloom. Я думаю, эффект Bloom вам многим уже известен, так как в последнее время становится популярным использование рассеивающих фильтров. У меня раньше был Black Pro Mist 1.4. Буквально сегодня я приобрел еще очередной рассеивающий фильтр, который имеет как раз вот эффект того самого Bloom. Рассеивание ярких деталей, смягчение картинки. Если активировать его, мы уже видим, как у нас хайлайты становятся такими рассеянными. Это некий эффект пленки. И когда они работают в купе вместе с Hallation, то дает нам как раз ту самую мощь пленочного изображения. Давайте посмотрим на изображение опять же до Dehanser и после. Мне очень нравится. Ну и следующие пункты, я думаю, не стоит на них сильно заострять внимание. Это, конечно же, винетка, дыхание пленки и следующее Gate Wave. Дальше у нас по пунктам идет False Color. Я считаю, это отличный инструмент. Посмотреть, насколько правильно, в принципе, была проэкспонирована ваша картинка. В пункт Output вы можете регулировать степень силы вашего плагина. Оставим его на 100. И один из самых приятных пунктов в меню Dehanser является, конечно же, Loot Generation. С помощью чего вы можете нарулить свои индивидуальные крутейшие настройки с использованием вот этих наших всеми любимых пленок и просто экспортнуть их в лут, чтобы в дальнейшем использовать их и заниматься покраской в два раза быстрее. И этот пункт для меня является одним из самых приятных. Давайте еще быстренько, просто рандомно повыбираем пленочки и посмотрим, как они влияют на изображение. У меня раньше был Fuji. Выберем Fuji Eterno. На самом деле, вот с Eterno это просто попадание стопроцентное. На Fuji я имел очень схожее изображение. Чтобы показать вам более подробные возможности обработки, я собрал видеоряд, в котором цветокоррекция проводилась с помощью всего одного плагина Dehanser. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот и подошло к концу это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно пишите реакцию ниже и в комментариях. Ставьте лайки, возможно дизлайки. Но думаю, те, кто любит аналоговое изображение и те самые пленочки, по достоинству оценят это видео. Но я с вами прощаюсь. С вами был, как обычно, Сергей Швидко. И увидимся в новом видео. Пока!